Слава Богу! Очень приятно, Дэвид, иметь возможность говорить с тобой об исламе в целом. Не так давно прогремел скандал из-за дискуссии между Мухаммедом Хиджабом и Асиром Кади по поводу того, что мы называем дырами в нарративе. Знаю, что ты поднимал эту тему очень много раз, но думаю, что многие люди понятия не имеют, о чем речь. Я считаю, что именно сейчас у тебя есть прекрасная возможность поделиться с нами, о каких дырах в нарративе идет речь и кто такие Асир Кади и Мухаммед Хиджаб. Да, это слова Асира Кади. Именно он сказал, что существуют дыры в нарративе. Шейх Ясир Кади, один из самых известных исследователей Курана современности, разговаривал с Мухаммедом Хиджабом, очень популярным мусульманским апологетом в прямом эфире. На протяжении минувших лет разрушились некоторые мифы, и за этим очень здорово наблюдать, потому что мусульманские исследователи внушали мусульманам очень продолжительное время, что Куран был безупречно и чудесно сохранен, вплоть до последней буквы со времен Мухаммеда. Но у Асира Кади чуть-чуть другая позиция. Он стоит в том, что Куран был идеально сохранен со времен халифа Усмана. Итак, он утверждал, что нет ни одного отличия ни в одном мусульманском манускрипте в целом мире. Те, кто изучает ислам, знают, что такое утверждение — это полнейший вздор. Это полный нонсенс, согласно их же источникам. Их источники говорят о том, что недостает целых глав Курана из-за того, что мусульмане были слишком ленивы, чтобы учить их наизусть. Также не хватает больших отрывков, потому что те люди, которые их знали наизусть, все до единого погибли на поле битвы. Некоторые стихи были съедены овцой, и многое другое. Кроме того, есть люди, изучающие манускрипты, и они заявляют о множестве различий в манускриптах, таких как исправление, стирание и тому подобное. В дополнение к этому существуют различные версии Корана, которыми пользуются в разных частях мира сегодня. В Африке пользуются арабским текстом Корана, который отличается от текстов где-нибудь еще. Отличается не просто произношение, отличаются слова на арабском. Все дело в том, что этот миф распространялся длительное время, и мусульмане верят в него, потому что мусульманские лидеры заявляют о безупречной сохранности вплоть до последней буквы. Мы твердили на протяжении долгих лет, что это полнейший вздор, но кого бы вы послушали, будучи мусульманином? Христиан, критикующих ваши взгляды, или ваших лидеров, которые защищают ваши взгляды? Но, к счастью, такие люди, как Джей Смит и Хатун Таш, начали говорить на Спикерс Корнер в Лондоне, где Мухаммед Хиджаб проводит свой призыв к исламу или дават, и они начали приносить разные Кураны на арабском, сравнивая один с другим и указывая, посмотрите, вот этот отличается от этого, вот здесь не то же слово, что здесь. Они спрашивают арабоговорящих людей, арабоговорящих мусульман, что здесь написано, а что здесь написано. Это привело многих людей к кризису веры, но при этом Мухаммед Хиджаб продолжал верить в безупречную сохранность Курана вплоть до последней буквы, но может кроме незначительных отличий в произношении или диалекте. В общем, он верил в простое объяснение. Итак, он пригласил шейха Ясира Кади на свой эфир. Шейх Ясир Кади, который 10 лет назад настаивал на безупречной сохранности Курана вплоть до последней буквы со времен Усмана, теперь оказывается в ситуации, когда эти знания становятся широко известными в научных кругах, в которых он сам работает, и он прямо говорит, что не хочет обсуждать эту тему. Он повторяет, я не хочу обсуждать это. Мы не должны продолжать разговор на эту тему публично. Он оказался в ситуации, когда если он заявит о безупречной сохранности вплоть до последней буквы, то с него будут смеяться в научных кругах те, кто в курсе реального положения вещей. Но если он скажет, ладно, мы ошибались все эти годы, ведь Куран подвергся самым различным изменениям, то в этом случае он разрушит веру и уверенность мусульман. Таким образом, он ясно дал понять, что не желает говорить на эту тему. Но в это время хиджаб, будучи так уверен, что должно быть какое-то простое объяснение, продолжал добиваться ответа. В итоге Ясир Кади сказал следующее. Аргументы, которые мы используем, и наши объяснения по поводу разных версий Курана, все это работает в среде мусульман. Но как только мы выдвигаем эти объяснения в западных академиях, их разбивают в пух и прах. И мы знаем, что они правы, ведь западные академики цитируют нам наши же источники. Ясир сказал, итак, все, что я скажу, в стандартном нарративе есть дыры. Это все, что я скажу. Ведь это вполне простой вопрос. Существует ли только один Куран? Но он отвечает, что в объяснении есть дыры. То есть то, что они говорили ранее, может быть опровергнуто западными академиками. Фактически, он сказал всей аудитории то же самое, что говорили мы. Все то, что мусульманские следователи и апологеты утверждали многие годы, это полная чушь, и он не собирается решать эту проблему за них. За этим мгновенно последовала ответная реакция, и по нашему мнению, это было здорово. В тот момент мы испытывали большое уважение к Ясиру Кади за то, что он не солгал, он не обманывал. Но из-за негативной реакции со стороны мусульман, Мухаммед Хиджаб удалил тот отрезок разговора. Затем сам Ясир Кади, опубликовав это видео на своем канале, был вынужден очень быстро удалить комментарии. Он просто отключил возможность комментировать, потому что мусульмане сетовали, что он разрушает их веру в Куран. Вслед за этим, Хиджаб удалил видео полностью, и точно так же сделал Ясир Кади. Но затем Ясир Кади начал отправлять жалобы о нарушении авторских прав YouTube на любого, кто цитировал даже часть этого интервью. Он сам академик и прекрасно знает, что сказанное другими людьми позволено цитировать в целях критики или просвещения. То есть он в курсе, что позволяется использование нарезок из его материала. Но все же он начал слать неправомерные жалобы о нарушении авторских прав. Так даже то уважение, которое он обрел в наших глазах, испарилось очень быстро. Он опозорился и был расстроен настолько сильно, что прибег к лживым жалобам о нарушении авторских прав для того, чтобы остановить распространение этого видео. Обратите внимание, что вся ситуация возникла из-за того, что он озвучил правду о проблеме всего лишь один раз. Один единственный раз в одном интервью, один мусульманский исследователь говорит, ребята, мы должны честно признаться в том, что у того, что мы утверждаем, на самом деле есть дыры. Но результатом стала попытка заставить его замолчать. Его карьера испорчена навсегда. И это ответная реакция, когда ты говоришь мусульманам правду о Куране. Из этого можно понять, насколько это болезненная тема. А также это говорит о том, что если вы хотите поколебать уверенность мусульман, старательно изучите этот материал и покажите им, что в объяснении есть дыры. Наблюдать за этим было очень интересно. Как ты сказал, Мухаммед Хиджаб просто продолжал давить, как будто бы говоря этому исследователю. Пожалуйста, помоги мне, ведь у меня нет ответа. Я думаю, что это было вправду интересно. И я думал о христианах. Кажется, ты упоминал об этом в своем недавнем выступлении. Ты не говоришь каждому христианину просто пойти читать Куран, потому что будет вообще ничего не понятно. Особенно, если начинать читать с первой главы в ожидании какой-то хронологии. Может, у тебя есть совет, какие тексты можно запомнить, чтобы именно эти тексты помогли в разговоре со встречным мусульманином. Да, мой совет о том, с чего начать и в каком ключе продолжать. Если кто-то хочет прочитать Куран, это похвально. Но я видел слишком много людей, которые оставляли эту затею. Они бросали изучение ислама, потому что разобраться в Куране очень и очень сложно. Это сплошная путаница. Это худшая из когда-либо прочитанных мною книг. Я говорю, это не потому, что не согласен с ней. Просто это вправду худшая книга. Она ужасна. Ее очень сложно читать. Опять-таки, не потому, что я не соглашаюсь с ней. Есть очень интересные отрывки в хадисах и биографической литературе. Но если кто-то собирается изучать Куран долгое время, я бы посоветовал немного другой подход, нежели просто начинать с прочтения очень сложного текста. Если говорить о христианах в целом, о тех, кто хочет иметь дело с исламом продолжительное время, то мой им совет выучить несколько стихов из Курана. Я бы выбрал, например, суру 4 стих 157. В нем говорится, что Иисус не был не убит, не распят. И в следующем стихе сказано, что Аллах вознес его на небо. В этом заключается очень важная разница между христианами и мусульманами. Также причина, по которой этот стих очень важен, это то, что многие христиане чувствуют себя неловко от такой Мухаммеда или Куран. И разве что вы грубы, то не будете устраивать перепалку в каждом разговоре. Но если у вас дружественная беседа с коллегой-мусульманином или сокурсником, то тема распятия Иисуса является безопасной. Но при этом она позволяет вам затронуть глубокие проблемы, ведь обычный мусульманин уверен, что христиане верят в то, что Иисус был распят. Но как этого праведника могли распять? Как мог Бог допустить это? Ведь это так странно. Хотя в Куране полно историй о том, что пророков убивали. Даже сам Мухаммед был убит, потому что его отравила женщина-еврейка. Тем не менее, у мусульман бытует мнение, что христианский взгляд ужасен, так как невинный Иисус был убит. Итак, обычный мусульманин верит в так называемую теорию подмены, согласно которой Аллах взял кого-то другого, а именно Иуду, и сделал того внешне похожим на Иисуса. И вместо Иисуса на самом деле распяли Иуду. Таким образом, они предъявляют нам, что в исламе злой, виновный человек Иуда распят, а в христианстве наоборот, распят невиновный. Они спрашивают, что это за Бог, в которого вы верите? По их мнению, их система сильнее, и справедливее нашей. Но если поднажать на них чуть-чуть больше и заставить задуматься над этим поглубже, то получается причина, по которой христиане и почти все остальные люди, кроме мусульман, сегодня верят в то, что Иисус умер на кресте. Это потому, что Аллах обхитрил всех. Ведь именно в это вы верите. Аллах чудесным образом изменил внешность другого человека, для того, чтобы этот другой человек был распят. Но Аллах никого не посвящал в свою хитрость до тех пор, пока не пришел Мухаммед. До этого времени все верили, что Иисус умер на кресте от распятия. Поскольку существование христианства без веры в это было бы просто невозможным, то отсюда следует, что Аллах ответственен за основания христианства. Возникает ряд вопросов. Зачем Аллах начал крупнейшую лживую, по его же заявлению, религию в мире? Зачем он ввел в заблуждение стольких людей? Что это за бог такой вселенский хитрец, который обманом заставляет людей верить в ложь без какой-либо причины? Когда вы продолжаете разговор в подобном ключе, вы играете на поле христианских реалий, но при этом критикуете исламский взгляд. Следующий важный стих – это сура 5, стих 47. В Коране есть множество стихов, утверждающих, что писания иудеев и христиан одинаково авторитетны. Коран заявляет, что наши писания, боговдохновенные, сохранены и все еще достоверны даже сегодня. На пару стихов раньше, в суре 5, 43 стихе, евреи пришли к Мухаммеду, чтобы тот рассудил их спор, и Аллах ответил, зачем они приходят к тебе, если у них есть Тора? Согласно Аллаху, им не нужен Мухаммед, ведь они имеют Тору. Мухаммед был нужен арабам, так как тем нужно было откровение на их языке. Такая позиция, Курана. Итак, спустя пару стихов в суре 5, 47 стихе, Аллах приказывает христианам судить по Евангелию. И следующий же стих приказывает мусульманам судить по Курану. Вот такая настоящая картина Курана. Но среднестатистический мусульманин верит, что иудеи исказили свое писание, и что христиане исказили свое писание. И по этой причине Аллах не спасал последнее откровение, которое все теперь должны читать. На самом же деле, позиция Курана следующая. Разные народы получили разные книги. Все они от Аллаха. И Куран для арабов. Помимо разрушения мифов, которые мусульмане верят, о совершенной уникальности сегодняшнего статуса Курана, есть еще одна причина, почему этот стих так важен. Если вы вступаете в разговор с мусульманами на тему божественности Христа, его смерти на кресте или в воскресении, если вы покажете все это в Библии, они будут вынуждены рано или поздно сослаться на искаженность Библии. Но вы скажете, минутку. Ваш Бог приказывает судить согласно моей книге. Вы говорите мне не судить по моей книге, так как она искажена. Но кого я должен послушаться? Вас или Аллаха? Ведь Аллах говорит, что моя книга чище золота, а вы утверждаете, что это не так. Так кому из вас мне верить? Таким образом, вы ставите мусульманина перед проблемой. Мы называем ее исламской дилеммой. Куран подтверждает Бога вдохновенность, сохранность и авторитет нашей книги. Но наша книга противоречит Курану, из чего следуют два варианта. Либо это Слово Божье, либо искаженное Писание. Если это Слово Божье, то ислам неистинен, так как наша книга противоречит исламу. Если это не Слово Божье, то ислам тоже неистинен, так как он подтверждает, что наша книга Бога вдохновенно сохранена и авторитетна. То есть имеем мы Слово Божье или не имеем, в любом случае ислам неистинен. Вот что получается, когда ваша книга подтверждает Писание, противоречащее ей? Опять-таки, эта тема, тема Евангелия, касается христианства. То есть это более безопасно, чем атаковать Мухаммеда, поэтому христиане будут чувствовать себя удобнее. И напоследок, сура 9, стих 29, приказывающий мусульманам жестокостью покорять евреев и христиан. Этот стих целесообразно использовать, если мусульманин говорит вам, что террор не имеет ничего общего с исламом, и что насилие в отношении других групп людей не имеет ничего общего с исламом. Христиане в целом должны изучить хотя бы несколько таких вещей. Относительно же христиан, которые хотят сосредоточиться на свидетельствовании мусульманам или разоблачении ислама, могут углубиться больше, и я бы предложил им изучать отдельные темы. Выберите интересующую вас тему, найдите качественную статью по этой теме, исследуйте мусульманские источники, что те говорят по этой теме, овладейте этой темой и продолжайте изучать тему за темой, пока вы не изучите все главные темы. Изучите наиболее распространенные аргументы мусульман в защиту ислама, изучите наиболее распространенные возражения мусульман против христианства, подготовьтесь ко всему этому. По ходу дела сядьте и прочтите Коран полностью, но учтите, что нужно иметь очень большую мотивацию, чтобы разобраться в нем. Да, мне очень понравился совет по поводу разговора с коллегой. Я припоминаю одну передачу «Камера на Бертучи», где он вынес на обсуждение вопрос о полемике и о том, каким образом нужно обращаться к людям. Ты упоминал, мне кажется, что это были дебаты. Исправь меня, если я ошибаюсь, с Уильямом Лейном Крейгом, и ты смотрел их со своим другом Набилем Куреши. Его реакция на дебаты слегка удивила тебя. Очень интересно узнать, почему. Я бы хотел, чтобы люди услышали, в чем особенность полемики и как понимать людей. Это было довольно давно, когда Набиль был еще мусульманином, и мы вместе смотрели дебаты. Иногда это были живые дебаты, как, например, между Майком Ликоной и Шабиром Али, а иногда мы включали видеозаписи. И вот мы смотрели дебаты Уильяма Лейна Крейга и Джамала Бадови. Это были одни из самых неравных поединков, которые когда-либо видел. Крейг просто разгромил все, что сказал Бадови. Бадови не мог ответить ни на один тезис Крейга. К концу дебатов Бадови настолько разнервничался и отчаялся, что сошел на крик. Когда ты смотришь на подобное глазами западного христианина, то думаешь, ух ты, он проигрывает. Он знает, что проигрывает, поэтому в отчаянии срывается на крик. Итак, мы закончили просмотр дебатов. Я бы дал им оценку 95 против 5. Но когда я спросил Набиля, что он думает, тот ответил. Совершенно очевидно, что Бадови выиграл. Мне хотелось спросить, что ты вообще только что смотрел? Я, конечно, могу понять людей, которые ради солидарности поддерживают своих. Но Набиль не такой. Он вправду очень умный, обучен вести беседу. Так что же он тогда видел? Мне понадобилось долгое время, чтобы достать из него ответ на этот вопрос. В его среде, когда кто-то срывается на крик, это значит, что он настолько пылок, настолько уверен в своей правоте, а ведь он имеет веские причины верить в то, во что верит, что все это выливается в праведный гнев против того, кто произносит богохульство. Напротив, Крейг полностью спокоен, потому что он в глубине души не верит в то, что говорит. Он знает, что неправ, поэтому в нем нет пылкости. Наш взгляд таков. Крейг выглядит спокойным, потому что знает, что ему не о чем волноваться. Он побеждает. А вот Бадови кричит, потому что в отчаянии и на нервах. Набиль в этом видит следующее. Бадови кричит из-за своей пылкоубежденности в правоте. А Крейг спокоен из-за того, что глубоко внутри даже не верит в то, что сам говорит. Совершенно разные взгляды. Поначалу я думал, что такой взгляд только у Набиля, но потом, по мере моего участия в дебатах, когда я начинаю выкладывать информацию о том, как Мухаммед занимался сексом с неполовозрелой девочкой, я смотрю на зрителей в первом ряду, вижу милых девушек-мусульманок, мне не хочется в них метать бомбы. Поэтому я преподносил свой материал очень сдержанно, объясняя, что поскольку это дебаты, я вынужден изложить некоторую информацию. В общем, я говорил очень сдержанно, но после дебатов мусульмане, выходя из зала, смеялись с меня и говорили, какой я слабый. Они не были впечатлены. После нескольких подобных дебатов, я решил, что пора уже наконец-то метать бомбы. Таким образом, я начал подавать точно ту же информацию, но уже с другим подходом. Как вы можете верить в эту чушь? Да только посмотрите, что он делал. И после таких дебатов, мусульмане выходили из зала, сетуя на то, что я разрушаю их веру. Я подумал, так вы обращайте внимание больше на то, как я говорю, а не на то, что я говорю. Итак, со временем я понял, что существует проблема. Очень много христиан, которых я встречаю онлайн, говорят мне, что я все делаю неправильно. Они говорят, Дэвид, ты должен говорить только об Иисусе. Никогда не критикуй Мухаммеда. Никогда не критикуй Куран. Это только их отдалит. Но я не представляю, на какой планете они живут. Я говорю о Мухаммеде и Куране все время, и мусульмане не могут стоять в стороне. Наоборот, это только притягивает их. У меня есть одна история. Наверное, она моя самая любимая. Со мной на связь постоянно выходят те, кто критикует меня и утверждает, что я все делаю не так. Но я в ответ всегда говорю, посмотрите на все те свидетельства, когда мусульмане становятся христианами после просмотра моих видео. Но один человек связался со мной и сказал, Дэвид, ты подаешь хорошую информацию, но то, как ты ее преподносишь, просто отвратительно. Ты просто отталкиваешь мусульман. Но я ответил ему, что мой опыт говорит мне нечто другое. Он советовал быть больше похожим на Иисуса. И в ответ я пишу ему, ты имеешь в виду, когда Иисус назвал фарисеев окрашенными гробами и порождениями хидны? Ну нет, я не буду обзывать мусульман подобным образом. Не пытайся заставить меня это делать. И этот человек мне пишет, что Иисус имел право так говорить. Ведь он Господь, а ты должен больше походить на апостола в Новом Завете. А я отвечаю, ты имеешь в виду, что я должен быть похожим на апостола Павла, который назвал колдуна Елима сыном дьявола и врагом всякой праведности? Ну что ты? Я не собираюсь называть мусульман сынами дьявола и врагами праведности. Это уж слишком. На что в ответ я услышал, ну знаешь, вообще-то в контексте западной культуры можно достичь намного больше людей, когда проповедуешь вежливо, а не когда делаешь резкие заявления им прямо в лицо. Я его спросил, как ты думаешь, мусульмане сейчас больше похожи на людей древнего мира или же на таких, как ты? Но ведь это очевидный факт. Итак, мы продолжали обмениваться репликами, но все равно я настаивал на том, что весь мой опыт подсказывает мне, подсказывает мне, что именно то, что я делаю, привлекает внимание мусульман, и они прислушиваются, а когда они слушают, тогда и отрекаются от ислама. В конце концов он сказал, послушай, есть одна книга, искал Аллаха, нашел Христа. Эта книга об одном парне по имени Набиль, у которого был друг христианин, который проявлял любовь к нему много лет, пока тот не принял Христа. Тебе следует почитать эту книгу и взять пример с этого христианина. Сначала я подумал, что он шутит. Я так и написал, ты что шутишь? Ты ведь знаешь, что тот христианин – это я, верно? Кто таком пишет книга – это я. Но мой собеседник ответил, о нет, я не знал этого. А я ему пишу, каковы были шансы, что изо всех людей в мире ты посоветуешь именно мне быть больше похожим на самого себя для того, чтобы достигать мусульман еще эффективнее. И его реакция была просто комическая. Он написал, я чувствую себя, как будто только что рассказал Уильяму Лейну Крейгу о космологическом аргументе Калама. В общем, вы поняли, в чем суть? Я сталкиваюсь с разным опытом взаимодействия с мусульманами. Христиане, особенно на Западе, не могут осознать, что некоторые люди мыслят по-другому, что некоторые люди реагируют и отвечают по-другому. То есть, существует два пути. Первый, вы можете просто сказать, что это не работает, и этим не следует заниматься. Но на самом деле это работает. Люди, которые сейчас самые успешные в мире в убеждении мусульман выходить из ислама с последующим рассмотрением альтернатив, это именно те, кто метает бомбы в ислам. Другой вопрос в том, по Библии ли это. В Библии мы видим разные способы взаимодействия с разными людьми. Если вы угнетатель, Иисус приходил и испепелял вас гневом. Но если же вы угнетенный человек, его подход был совсем не таким. Идея о том, что мы не должны задевать ничьи чувства, я не представляю, откуда она взялась. Ведь Иисус задевал всевозможные чувства людей, и Павел тоже. В этом же причина, по которой они были убиты. И последнее, на чем я хочу остановиться подробнее, касательно Набиля. Как я упоминал, есть христиане, которые говорят, что не стоит атаковать их книгу, нужно сосредоточиться на проповеди об Иисусе. Но Набиль, уже будучи христианином, сказал, что когда мы рассматриваем аргументы касательно достоверности Нового Завета, исторических доказательств смерти и воскресения Иисуса, вопроса, почему христиане верят, что Иисус Господь. Так вот, когда мы с тобой рассматривали эти аргументы, я про себя думал, что на самом деле у христиан есть веские причины верить, во что они верят. Но одновременно я думал, что у меня есть еще более веские причины верить Исламу. И даже если они мне докажут, что все эти вещи верны на 99%, я все равно на 100% уверен, что Ислам является истиной. И это именно та убежденность, которой мусульман кормят всю жизнь. Что в пользу Ислама имеются настолько мощные доказательства, что никаких проблем в Исламе не существует, и можно иметь стопроцентную уверенность в Исламе. Любые возражения не следует принимать всерьез. Таким образом, если вы хотите, чтобы мусульманин воспринял какую-либо альтернативу всерьез, то необходимо пошатнуть эту стопроцентную уверенность. По моему опыту, 90-95% мусульман, которых я встречал, вышли из Ислама и пришли ко Христу только после того, как их вера пошатнулась. Поэтому, когда мне пытаются навязать это как общее правило, не атаковать их книгу и не атаковать их пророка, я отвечаю, что это очень опасно. Когда мне кто-то говорит, что он лично предпочитает фокусироваться только на Иисусе, я не имею ничего против. В конце концов, есть разные мусульмане, а также разные подходы. Но когда кто-то пытается установить общее правило, то, по моему мнению, они не знают, с чем имеют дело. Аминь. Я думаю, это вправду очень хорошая мысль. И хочу задать последний вопрос. Когда речь идет о христианской доктрине спасения, то, что на этот счет говорит мусульманская доктрина? Как попасть на небеса? Это непростой вопрос. Сам Мухаммед сказал, я не знаю, что Аллах сделает со мной. И это Мухаммед, величайший из великих. Он говорил, я не знаю, что Аллах сделает со мной. Прямо говоря, самые близкие отношения, которые возможно иметь с Аллахом, это отношения раба и хозяина. Коран порицает тех, кто называет Аллаха отцом, так как возможно иметь исключительно отношения раба и хозяина. То есть ты либо хороший раб, либо плохой раб. Как раб, ты надеешься, что будешь достаточно хорошим, чтобы Аллах любил тебя и вознаграждал. В то же время в христианстве мы дети Божьи. Любой родитель знает, что любовь к детям сама собой разумеется, и ребенку не нужно заслуживать любовь родителя. Напротив, любовь к рабу не разумеется сама собой. Хозяин оценивает, хороший раб или плохой. Вот разница между христианством и исламом. Мы любим Бога, потому что Он первый полюбил нас. Он сначала полюбил нас. В исламе же наоборот. Ты должен первым полюбить Аллаха, покориться Ему и исполнять то, что Он велит. В результате чего, возможно, Он начнет любить тебя, потому что ты хороший раб. Но вопрос вот в чем. Как человек, имея ограниченный разум, может узнать, заслужил он любовь Аллаха или нет? Дело в том, что об этом никогда не узнать. Но существует гарантированный путь. Если совершая джихад ради Аллаха, ты умрешь, то отправишься прямиком в рай. Кроме этого пути нет никаких гарантий. В исламе не существует уверенности в спасении, и это частично является причиной, почему случается так много джихадистских атак, ведь люди подаются отчаянию. Хочу отметить интересную деталь. Несколько лет назад произошли атаки в Париже. Когда начали рассказывать о жизненных историях этих мусульман, их изобразили таким образом, чтобы показать, что атаки не имеют ничего общего с исламом. Будто бы они росли как недобропорядочные мусульмане, ведь они ходили на дискотеки и делали плохие дела. Поэтому мы не можем воспринимать всерьез их как мусульман. Но если вы знакомы с мусульманскими источниками, вы поймете, что их поведение вполне закономерно. Эти мусульмане много грешили. И когда они начинают задумываться глубже над своей религией, то понимают, что не знают, перевесят ли хорошие дела их плохие дела или нет. Единственный выход – умереть, совершая джихад, и получить гарантию. По сути, эти люди считают, что их спасение под угрозой из-за того, что они сделали в прошлом, поэтому выход из ситуации – это джихад. Итак, эти атаки имеют самое непосредственное отношение к исламу. Да, теперь все ясно со стрелком в ночном клубе «Пульс». Ходили слухи, что он был гомосексуалистом, и что он не очень-то практиковал ислам. Но через несколько месяцев появилась аудиозапись, где он говорит «Я делаю это ради Аллаха, и больше ничего не спрашивайте меня». Это вправду очень интересно. Хочу поблагодарить тебя, Дэвид, за твое время. Субтитры создавал DimaTorzok